Всем привет, дорогие друзья! Начинаем с легкого новогоднего декора. И сейчас я вам покажу елочку, которую я вам уже показывала, но теперь она вся в огнях. Я вам показывала, она была без огоньков, и сейчас я ее уже включу. Вот такая красота у нас. Вся блестит, переливается огоньками. Вот такая красотка. Вот такой же все-таки прекрасный праздник Новый год. Ну, в Канаде это отмечают как Рождество, как Крисмос, но Новый год тоже отмечают, но не так бурно, как Крисмос, поэтому, в принципе, мы уже как-то тоже так перестроились. Так, витрина коз. Как всегда, все черное. Просто все черное. Ну, вот смотрите, какой симпатичный светорог в горошек и какой-то такой типа капор в горошек. Пойдемте посмотрим. О, они здесь все поменяли, расположение. Посмотрите, здесь вешалка, здесь все теперь у нас в горошек висит. Лежит горошек. Видите, какие брюки интересные. И рубашечка такая. Можете взять ее примерить. А, нет, это даже не рубашечка. Это такая кофточка с горошками. Блузка. Смотрите, как интересно сделана рука. Манжет. И вот такие вот брюки. Интересные, очень интересные брюки. Немножко пайеток. Вот с таким вот кривым, асимметричным, так скажем, вниз. Видите? И они, видите, прямо вот эти пайетки, которые тоже можно вот так вот менять направление. И они получаются, у них получается разный, разный как будто бы рисунок. Но вот это вот горло, зачем они делают все эти платья с горлом? Я не знаю. Но пайетки прям такие железобетонные, знаете, прям крепкие очень. Красивый костюм. Это брюки или юбка? Ага, это брюки такие, брюки-пилоты из такой интересной ткани. Резинка на поясе. Почем они? Сейчас, сейчас, сейчас я вам скажу. По 250 долларов. И к ним такая же глубокого зеленого цвета. Такой блузон глубокого зеленого цвета в этих локурцах. Смотрите. А, и сзади вот такой вот бант. Ну вот зачем они везде лепят вот это горло? Я так это не люблю. Мне, во-первых, не идет. Во-вторых, в нем ужасно жарко. Ну так, что поделать? Так, друзья мои, мы с вами в Перемерчный вкус. Я принесла несколько интересных вещей. Старалась, чтобы не было черно-серое. Вот такие две полосочки у меня. Вот этот комплект. Мне было интересно померить вот эти брюки и вот этот топ в горошек. Как бы, оно как бы костюм, а не костюм, да? Давайте примерим и посмотрим, что у нас получится. Забыла вам себя показать. На мне ничего особенного, поэтому и забыла. Джинсы, свитер, украшение и пальто. Ботинки. Все. Ничего интересного. Так, ну что ж. Очень базовый свитер в полоску. Второй свитер у меня тоже в полоску. Ну, вот такие вот у нас тут наряды. Что поделать? Но, тем не менее, вот такая база тоже нужна. Очень симпатично сделано. Вот здесь вот три пуговички золотые. Очень такие, знаете, матового золота. Горло высокое. Но мне так это не нравится. Вот оно прямо до сих пор меня. Прям съедает. Видите, у меня получается голова на плечах. Вообще нет шеи. Поэтому я всегда его закатываю. У кого-то шея подлиннее, чем у меня. Может быть, получше, да? Но, в принципе, неплохо. Базовый такой свитер. Это темно-синий с белым. Такая матроска. В общем, все, что нужно для тех, кто любит базовые такие вещи. Не яркие, но, в общем, не броские. Но, в то же время, интересные и симпатичные. Смотрите, этот свитер сделан из стопроцентной шерсти. Что, конечно же, прекрасно. Замечательно. Я примеряла размер медиум. Стоит он 175 долларов наших канадских. Это не так страшно для стопроцентной шерсти. Я должна сказать, что когда-то цены в кос меня пугали. Сейчас, на фоне всех остальных, я уже как бы такая, ну, ничего такого. Подумаешь, как бы и нормально. Вот его номера. Всем, кто интересен. Опять же, это размер медиум. Он мне точно в тютельку подошел. Такой он, видите, он довольно широкий. Вот. Красиво связан. Красивые вот эти вот пуговицы такие матовые. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. 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 Единственное, что у меня вопрос вот к этим горлам. Но, видите, его можно повернуть. Вот так вот загнуть. И будет получше. Хотя у них все с горлом. Вот все, что я принесла практически. Вот этот свитер нет. А у них так много вещей. Я вам показывала, снимала. Очень много вещей с горлом. И мне это не нравится. Потому что я лично, мне горло не очень идет. И я это не очень люблю. Вот. А так вот. Очень-очень неплохой свитерок. Сто процентная шерсть. Еще один свитер. Я, кстати, хотела попробовать. Померить в прошлый раз. Но у меня не получилось. Вот я его примеряю сегодня. Значит, есть их два вида. Есть вот такой. И есть как бы наоборот. То есть вот он такого серого цвета. С таким вот молочной такой полоской. Свитер очень классный. Он весь такой махеровый. Пушистенький. Значит, хочу вам сказать, что это экстра смол, девочки. Имейте в виду. То есть вы понимаете. Меньше не бывает. Я увидела, что он очень широкий. Очень объемный. Очень большой. Очень большая пройма. Потому что вот реально. Ну, как бы. Вот в пальто, например, засунуться в него. Вот такое. Да. Это прямо проблема будет. Нужно пальто такое с широкой поломой. Я думаю, что это шерсть с махером, скорее всего. Но, во всяком случае, много махера в нем. Я не знаю, как он липнет, не липнет. Сейчас я... Нет, вроде бы. Понимаете, проблема в махеровых свитерах, часто в кос, что они очень... С них очень лезет вот этот махер. Но он не самый такой. У них есть более такие пушистые. С них прямо беда с ними. А этот вроде такой... Он не сильно пушистый такой. Чуть-чуть. Но очень классный свитер. Мне он очень нравится. Правда, очень нравится. Он так вот... Ничего в нем нету, но он очень красиво смотрится. Единственное, что... Очень большой. Прям... Даже я бы хотела, чтобы он был поменьше. Потому что он прямо болтается на мне. При этом он такой коротенький. Ну, нормальный, в принципе. Ну, очень большой. Очень-очень уверсайз. Очень объемный. Но красивый. Смотрите. Я принесла такую интересную штуковину. Вот такой вот плащ-палатка-одеяло. Этот свитер я вам потом покажу, что к чему в нем. Я просто в нем осталась. Потому что я хотела применить вот эту вот штуку. Значит, здесь у нее кнопки. Можно ее застегнуть. Вот до самого верха. А можно расстегнуть. Карманы. Сейчас я попробую снять ширину ее, но мне не хватит примерочной. Вот так вот она в одну сторону. И вот такая вот она же в другую сторону. Вот такая вот стеганая одеялка. Которая вот такой просто прямоугольник. С зашитыми вот здесь вот. Просроченный здесь вот кусочек такой, что как будто бы делает его рукав. А вот здесь на самом деле все вот такое вот свободненькое. Ну, это пончо. Такое пончо. Одеяло пончо с карманами. Оно безразмерное. В нем один размер. Пансась. Есть капюшон. Сейчас мы его наденем. Смотрите-ка, да? Прикольно. Вот такой вот. Очень, кстати, удобная штука. Вот так вот надеть на себя через голову и куда-то идти. Или даже сидеть дома, когда холодно. Я не знаю, что в нем за наполнитель. Но я сейчас все вам прочитаю, расскажу. Так, я засниму состав. А то я забуду. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, 34% шерсть. 32 полиэстер, 31 махер и 3 эластан. Вот такой вот состав. И стоит он 190 долларов этот свитер. И это был размер экстрасмол. Вот его номера. Ну, вот опять вот эта вот умная шерсть. Видите, написано, что содержит 3-4% этой сертифицированной шерсти. Мы уже с вами обсуждали, что это сертифицировано. Это значит, что они подтверждают, что там, в общем, обращались с животными. Очень гуманно, так скажем. Вот. Ну и вот, видите, размер действительно экстрасмола. Стоит он 190 долларов. Так. Накидка пончо. Значит, видите, написано, что это one size. Стоит 220 долларов. Вот ее номера. Все синтетика. Наполнитель и вот все вот это вот, все, из чего она сделана. Ну, это такая вещь. В общем, интересная вещь. Такие большие красивые кнопки. Вот так вот они все застегиваются до самого верху. Вот. И вот она вот такая вот. Вот такая вот просто прямоугольная. Вот такое одеяло. Я вам должна сказать, что сначала я когда его надела на себя, я подумала, ой, как удобно. Можно прямо даже вот как бы, да. Но когда я его снимала, одевалось оно очень удобно. Когда я его снимала, мне было довольно трудно его снимать. Через голову вот это все. Знаете, помада. И оно какое-то такое довольно длинное сзади. Оно сзади, видите, длиннее, чем спереди. Поэтому, в общем, короче, хочу вам сказать, вещь необычная, интересная. Но, чтобы сказать, что она прямо удобная, удобная. Конечно, пальто на замке вот или на кнопках, типа как мое, оно намного удобнее. Единственное, что, ну, это необычная оригинальная вещь. Такая не у всех она есть, не у каждого. Поэтому, если вот вы хотите, так сказать, вот шикануть, блеснуть, типа, выглядеть таким fashion forward, что называется, впереди. Бежать впереди всех мод и трендов. Вот. Можно вот такую вот вещь приобрести. Сколько она стоит? Я еще раз. Недешевая. Она недешевая. 220 долларов. Да. Ну, что вам сказать. Я влюбилась в эти брюки. Ну, и вообще, весь этот костюмчик. Значит, здесь получается так, что вот ткань, одинаковые брюки и вот этот топ. Очень похожий цвет, очень похожего качества. Примерно. Вот эти серые горухи, такие большие. Горло. Там сзади его можно еще больше застегнуть, но я не стала, чтобы оно было такое свободное. Вот это мне не нравится, но я могу с этим жить. И вот такие вот брюки шикарные. Брюки палаццо. Нет, это не палаццо. Они, в общем, просто такие клешные брюки. Брюки со складками. И это вот сейчас самый писк моды. Это вот такие брюки наоборот. Что, видите, как будто бы вот эту вот внутреннюю ленту, которая бывает на брюках на поясе, ее как бы вывернули, и она находится снаружи. Здесь вот есть крючки. Там пуговица. Я вам потом с ними покажу. Единственное, что, в принципе, они мне нормальные. Я взяла размер десятый. Это мой размер. У меня, единственное, я не уверена, как они... В принципе, я считаю так. В принципе, обычно эти брюки, они так сделаны, что они должны быть на бедрах. Ну вот, мне так кажется. Может быть, эти конкретно не было такой идеи. Но все брюки, которые я видела вот такого плана, они такие, знаете, вот как будто бы мужские брюки, которые вам велики сильно. Они сильно здесь широкие. Очень длинные. И вот это вот, как будто вы взяли, и потому что вам они большие, вы вывернули их вот этим вот поясом наружу, вот этой белой лентой, которая пришита изнутри должна быть. И вот так, вот в таком вот, знаете, виде с каким-то очень большим оверсайз-жакетом, в принципе, вот так вот это имеется в виду. Ну, не имеется в виду, но это задумка. В принципе, носить их можно как хочешь. Поэтому я не уверена. Они мне абсолютно как раз... Я не уверена, что идея в них в том, что они должны быть на талии. Может быть, они должны быть на бедрах. Тогда мне нужен был больше размер. Но я бы не хотела, потому что вот здесь они тогда будут очень широкие. Может быть, здесь в этих конкретных брюках идея не в этом. А идея в том, что они должны быть вот так вот, ну, практически на талии. Ну, и кофточка интересная, горошки. Мне нравится, что оно серое с серым. Они вот как бы не с таким вот белым. То есть, оно как бы, эти горошки не очень яркие. А вот этот пояс получается очень контрастный. Так вот вам сниму в полный рост, чтобы вы видели. Значит, я хочу сказать, что мне очень мне нравится. Это прямо очень-очень стильно, очень модно, очень классно. Это прямо сейчас тренд-тренд. Вот эти брюки. Единственное, что они, конечно, не очень дешевые, я бы сказала, да. Сказать, что этот тренд выйдет из моды. И что с ними делать? Отпороть потом этот пояс и как бы носить их как обычные брюки? Я не знаю. Но сидят они классно. Просто мне очень нравятся такие брюки. Я, ну, вот, мне кажется, для моей фигуры это просто вот совершенно, совершенно идеальный вариант. С этими карманами, с этими защипами. Ну, прям все-все, как мы любим. Да, я еще вот хочу вам снять вот эту блузку. Вот я выпустила, выпустила наружу, чтобы вы поняли, какой она длины, какой она ширины. Потому что я ее заправила для того, чтобы быть в этих, чтобы она, чтобы показать вам брюки. А вот сейчас я вам показываю. Это, по-моему, тоже размер четвертый или что-то такое. Они тоже очень широкие, очень объемные. Ну, вы знаете, я вам уже говорила, что я в кос ношу от четвертого до четырнадцатого, в зависимости от фасов. Вот, вот такой вот она длины. Тоже так классно с этими брюками. Но единственное, что вся красота и вот этот вот пояс не видно тогда. Ну, вот. Ну, такие горохи спорные. Такая немножко матрюха я в этих горохах получаюсь. Так, брюки сделаны из стопроцентной шерсти. Я вам хочу сказать, это чувствуется ткань просто вот приятнейшая и прямо чудеснейшая. Такая шелковистая, очень приятная ткань. Значит, видите, это десятый размер, 225 долларов они стоят. Вот их номера. И вот они сделаны вот таким вот, что называется, наоборот. Видите, пояс внутри. А здесь вот как будто бы внутренняя подкладка пояса вывернутая. Здесь есть две вот такие вот заклепки. Не знаю, как это назвать. Скобочки такие, скрепки и пуговицы. Так, блузон состав я сниму, чтобы мне не забыть. 47% шерсть, 31% полиэстер, 20% вискоза и 2 эластан. То есть, видите, брюки чисто шерстяные, а блузочка нет. И это видно. Вот, я почувствовала это. В принципе, по цвету они абсолютно одинаковые. Но по качеству чувствуется, что это немножко другое качество. Значит, это был размер еще раз четвертый, как я и сказала. Тоже 225 долларов она стоит. Так странно. Мне кажется, брюки намного более, ну, как бы носибельные. И качество у них лучше. 100% шерсть цена одинаковая. Ну, что поделать. Вот такой вот интересный у нее. Видите, я вам показывала еще в магазине. Манжет с такой вот высокой планкой. Сзади она, у нее есть замочек. И вот такая вот застежка вот этого вот, вот этого горлышка. Ну, вот я вот надела так вот, не застегивала, просто замок застегнула. И, в принципе, было нормально. Мне кажется, если вот это горло застегнуть на все пуговицы, оно будет прям душить. Вот. Ну, конечно, мне брюки больше нравятся. В принципе, за те же деньги, да? Сколько это? Тоже 225 долларов. Во-первых, это чистая шерсть. Во-вторых, брюки это брюки. Все-таки их можно носить со многими вещами. Со свитерами, с жакетами, там, с блузами с какими-то. А эта блузочка, ну, так. Ничего, просто подходит к этим брюкам. Я и поэтому взяла. Так особо ничего такого в ней нету. За такие деньги. Тем более, что состав у нее намного хуже, чем брюк. Ой, ну что ж, дорогие друзья, вот такие у нас сегодня были примерки. Брюки шикарные. Кстати, брюки в коз у меня всегда. Мне они очень как-то подходят их к роль. И каждый раз я хочу их купить. И каждый раз я жду распродажи. И каждый раз я до распродажи они не доживают. Потому что реально брюки, это вещь очень универсальная. И если там еще кофточки, свитера, там, то все. Это как бы вот такая штука, я думаю, может быть, доживет до распродажи. Потому что она такая не совсем, ну, скажем, не всем. Она нужна и полезна. Свитера, скорее всего, в ряду. Ну, бывает, что у них свитера тоже доживают до распродажи. А вот брюки прямо у них не никогда. У них даже если что-то доживает, то совсем маленькие размеры. У меня десятые, там, 2-4 остается. То есть это мне вот на одну ногу как раз будет хорошо. Все, дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. С вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Всем пока, бай.